Оп-оп-оп, не пропускаешь. Дядя, привет, друзья! Сегодня у нас 10-й день лета. Я сегодня занималась впервые необычными делами. Я заселяла, получается, людей. Я заселила людей к Яне на центральную 2D. Бассейн, есть мангальная зона и комфортабельные, то есть номера полностью с санузлами, кондиционером и телевизором, класса стандарт. И до моря где-то спокойным шагом минут 20. Но это вот реальное настоящее расстояние. И кто спрашивает дома с бассейном, вот один из этих вариантов. Сейчас мы отсюда начнем погодное видео. Я оказалась и между аквамарином, и между жемчужиной. Но так как я относительно недавно была на жемчужине, я сегодня пойду на аквамарин. В общем, недалеко отъехала от этого дома. И вот он первый перекресток. Это у нас улица Лазурная. Здесь мы поворачиваем прямо на улицу с шашлыками. Это самая популярная улица с шашлыками, потому что тут часа шутки через каждые 5 метров. Так, мы как поворачиваем направо. Раз у нас сегодня аквамарин, то мы поворачиваем направо. И следующие кадры я уже буду вести бежим ходом на нашей любимой лестнице бульвара Шарданет. Решила немножко переодеться, потому что вообще жарище, конечно. Оп, не пропускаешь. Дядя, номера запомнили все. Хорошо, что я с камерой. Вообще классная тема. Можно прям сразу в ГАИ напрямую отдавать. Ну, кто-то у нас ездит не по правилам. Еще, кстати, местные. Ну, в принципе, вообще неудивительно. Почему-то я смотрю, приезжие более аккуратные на дорогах и ведут себя как-то более человечно, нежели местные жители лета. Вот мы уже идем по бульвару Шарданет. Все утопает в зелени, комфортный проход на море. Идем смотреть, есть ли там водоросли. Находится в самом низу бульвара Шарданет столовая Екатерина, в которую я постоянно хожу. И вот мы уже почти на Южном кольце. Так, мы вышли с вами на Южный проспект, Южное кольцо. Здесь у нас квас, мороженое. Но я буду там покупать квас. Я уже там брала проверенное место. Сумасшедший сегодня автомобильный поток на Кольце Южном. Так, друзья, записываемся на джипинг, дайвинг, квадроциклы на вот таких автомобилях, только чистых. У меня спрашивают про мини-рынок Витязева. Смотрите, Южное кольцо. Вот Екатерина. Смотрим аквамарин. Агата. И упираемся вот в этот забор сине-белый. Вот здесь у нас мини-рынок находится. Я вам сейчас даже его покажу. Просто спрашивал кто-то недавно у меня, где недалеко от Парали есть овощной и фруктовый рынок. Вот, собственно, я сейчас иду к нему. Сегодня он уже открыт. И вы можете увидеть его, где он находится. И там же можно будет сейчас мимо него пройти. То есть рыбу продают, специи, фельдки, чаи, фрукты, овощи. Все как везде по ценам. Ну, как обычно, цен нет. И вот здесь можно выйти, можно вот там выйти. То есть где хотите, там и выходите. То есть со всех сторон можно сюда попасть. Покажу, где я заходила. Вот такая вывеска. Квас, сейчас будем покупать пластик. Здравствуйте, а почем квас? Здравствуйте, 20. Если 0,5 бутылочку, 45, да? 45, да. Ага, сейчас что-нибудь считаю, да, внуши. Вроде все, заберем. Возьмем квас и пойдем на море. Что-то себе там жаль. Для тех, кто берет квас, обязательно должен сделать. Вот так. И сразу настроение улучшается. Я вот сегодня сделала ошибку без головного убора. Не повторяйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Наконец-то вышли мы на аквапарк Олимпию. Жаль еще. Вот здесь вот уже все, все работают. Нареканий нет, кроме опять 58-го. Не знаю, или у них просто вот арабские духи, непонятно как-то. Я походу прям пришла опять сегодня. Сегодня в сан-час, тихий час. Там вообще никого на пляже. Кайф. Некоторые люди уже, видимо, после сна пытаются вот прийти сейчас. Но вообще не советую в это время. Опять у меня нет другого времени. Приходите, пожалуйста, либо с утра пораньше, либо после четырех. Вот я сейчас иду, и мне уже что-то не очень хорошо. Я уже этим солнцем бы напиталась. Мне уже от него даже немножко тошнит. Пока я шла, только вытащила рыбу. Она уже 35 показывает, понимаете. 35 градусов. Я только-только ее вытащила из сумки. То есть она еще должна нагреться. Здесь пляжный бар устанавливают. И вот люди. Ну, чуть все-таки людей есть. Я не скажу, что там я одна прям. Прям хочется искать сразу чистую воду. Я пойду сегодня в сторону Жемчужины России. Обычно я иду в сторону Центрального пляжа, а я пойду в Жемчужину России искать. Там чистое море. Я просто вижу, что люди купаются. Может быть, где-то они зашли все-таки. Катамураны пляжные. И я уже вижу, ну, более-менее нормальный заход. Сейчас попробую. Так, я иду, показываю сверху. Сколько будет оттетина. Вот только зашла, пока водоросли, водоросли. Интересно, долго ли будет такая грязная водичка. Так, здесь уже вроде немножко поменьше ее. Так, здесь уже совсем почти ничего под ноги не попадается. И, соответственно, здесь уже почти чистая вода. Ну, в принципе, я теперь не знаю, почему-то много людей плавают. Вода, в принципе, заходишь и почти чистая. Почти. Я уже докапываться не буду до мелких, иногда попадающихся водорослей. И, в принципе, здесь можно купаться. Сейчас я это и буду делать. В общем, пойдемте чуть подальше пройдем. Пока вам буду себя показывать. И сзади мои вещи лежат на берегу. Надеюсь, что их никто не тронет. Вообще... Ого, кайф. Еще волна. Эй, маленькая. Я уже приготовилась ее получить, но не получилось. Мои вещи всегда на берегу лежат. Я никогда с собой особо ценного не таскаю. Поэтому, в принципе, если что-то даже с ними случится, ничего там ценного нет. Ну, телефон, как бы, ну, ничего страшного, как бы. Только если он. Остальное не имеет ценности. Все, я уже прошла довольно далеко. Здесь немножко даже приятнее вода, потому что она немножко прохладнее. Я иду еще дальше. Я хочу настоящую температуру воды замерять. Я ее уже потихонечку это охлаждаю. Она уже даже 27 градусов показывает, потому что я ее сполоснула в воде. А было 35. Но в это время лучше не ходить. Ну, смотрите, здесь я уже не одна. Нас уже здесь много. Смотрите, как мало людей на пляже. Если кто-то есть, все в воде. Ну, в принципе, как вариант искупаться можно. Море вообще пустое в это время. Все на тихом часу дома лежат. Ну, и купаются только изгланы. Так, надо, короче, окунаться. В общем, дальше рыба наша пусть плавает. Отпустаем. Хочусь, что когда окунание просто приносит колоссальное удовольствие. Особенно после жары. Я кайфую. Я так давно ждала возможности Витязева искупаться. Я думала, что в этом году уже не искупаюсь. Потому что вода какая-то грязная была. А сейчас она вообще восхитительная. Ой, не хочу вылазить. Я, в общем, хочу здесь искупаться. Пока мне надоест. Мам, приезжай скорее. Чуть-чуть осталось и вместе будем плавать. Ну, все, а вы переживали. Приезжайте в Витязево. Не будет у вас там сильно проблем с водорослями. Вот сейчас, по крайней мере, почти в 3 часа дня вообще нет проблем с этим. Приходите, купайтесь. Вот я вообще кайфую. Не хочу вылазить, честное слово. Все супер. Кайфулички. Тут уже глубоко я плавать не умею. Куда могу зайти, туда захожу. Плавает, что она там хоть до 25-ти? Нет, еще 26, пусть плавает. Мне кажется, она должна явно быть похолоднее. Но вода вообще теплая, как парное молоко. Серьезно. Вот что-что этого не ожидала. Кайфуйте вместе со мной. На волнах. Я заслужила сегодня, мне кажется, немножко купания. Не думайте, что я себя наказываю. Просто я не могла раньше воскупаться. Вот теперь могу. Да и вода стала явно чище. То есть все. Теперь, видите, во все запреты на купание сняты. Как там в Анапе говорят, что сети повесили, да? Поставили, чтобы тина не приплывала. Не, ну что не сказать, там действительно чисто. И я еще не видела пока там водоросли. Но говорят, что скорее всего и в Анапе появится. А не вопрос времени. Ну, не хочется быть пессимистичной. Что-то наша рыба плавает еще. Плавает. Что там она? Не, она не хочет отлажаться до 29 градусов. Оперативная рыба. Не, а вдруг сегодня 26 градусов, а я тут ее пытаюсь охлаждать, охлаждать. А она не хочет охлаждаться, потому что, в принципе, тепло. Я буду, в общем, подкидывать к берегу. Будем вылазить понемножку. Купаться, конечно, замечательно и восхитительно. Но есть тысяча дел дома. Надо идти домой. Ну и, соответственно, вам выкладывать этот видеоролик, чтобы вы решили вечером идти на пляж или нет, если вы уже здесь. И на будущее возле какого пляжа жить. Что-то мне не нравится. Она не хочет ниже 26,5 показывать. Там он уже рекламирует какие-то развлечения. Еще чуть-чуть, и у меня рыба выйдет из воды. Вот уже меньше, 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 и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Здесь вообще сейчас все уже мелко здесь совсем. Я уже стою по колено. Достаем еще рыбу. Она практически без тины. Это целое достояние. Итак, сколько она показывает? Ну, 25, 26, 27 почти градусов. Даже не 26, 27. Вот не знаю, правда или нет, но вот держала долго, больше пяти минут, как и надо для этой градусника, для этой рыбки. Поэтому, в принципе, выходить не холодно, не жарко. Примерно столько же и на воздухе сейчас. Поэтому думаю, что может быть все. И даже это. Друзья, с вами была Светлана Заровская с пляжа Аквамарина. И вот в конце своего видео я хотела бы вновь ставить ставочку своих развлечений. Пойда только на пляж, то есть здесь приходите и берите. У меня другие развлечения. У меня джиппинг. Это пятичасовая экскурсия по окрестностям Анапы с заездом на самые красивые смотровые площадки. У меня дайвинг. В самом деле, очень хороший дайвинг. В Анапе есть. Записывайтесь, увидите Анапы под водой. Обалдеете. Такого вы еще точно не видели в Анапе. Это же наша Анапа, которая не менялась уже сколько лет. Если здесь все застраивается, меняется, то под водой-то все неизменно. Также у меня есть квадроциклы. Мы не занимаемся квадроциклами на песках. Мы против разрушения наших барханов. Мы за экологию. Поэтому мы катаемся исключительно в горной местности. У нас двухчасовая поездка. У нас не вот этот один кружок. Там шесть кружков только разодорить вас и, так сказать, отпустить с мечтаниями о следующих покупках и затратах. У нас сразу двухчасовая экскурсия. Вы накатаетесь вдоволь. Запишу вас с удовольствием. Также есть экскурсии в Керчь. Путичасовые, так же, как и джипинг, тоже каждый день курсируют. Старинная Керчь, когда спрашивают, что там смотреть, это же совок. Нет, это не совок. Я не предлагаю вам поехать в Керчь современную и посмотреть современную Керчь. Хотя одна из частей экскурсии подразумевает посещение театральной площади, на которой сейчас есть и магазины, и прочее, и пятая, и десятая. Но, прежде всего, поездка в Керчь – это, первое, Крымский мост, а второе – это городище Митридат. Город Пантикопей, гора Митридат. Это вот то, ради чего стоит поехать в Керчь. Ну, с рекламой себя я закончила. Теперь я могу бы рекламировать вам суперотличного пляжного фотографа моего мужа Юра Азаровского. Просто вот, чтобы не быть голословной, вы посмотрите фотографии. Вот сейчас, прямо сейчас, посмотрите, какие замечательные фотографии Юрий делает. И теперь, вот, я думаю, у вас прямо аж рука дергается, позвонить, набрать номер телефона и записаться на него. Итак, спасибо за просмотр данного небольшого рекламного ролика. Я также хочу вам сказать, что в этом году я немножко занимаюсь заселением. Вот сегодня, например, расселило людей. Двух, получается, пенсионеров. Они хотели что-то спокойное, с бассейном, в принципе, ну, там, 20 максимум минут до моря. И я ее смогла найти. Они заселились. И очень-очень рада, что так вышла я. Небольшое спасибо. Этот гостевой дом вот в самом начале видео. Если вы тоже хотите приехать по факту и что-то найти по факту, то тоже приезжайте, звоните по номеру. Он будет в описании. В принципе, если будет что-то свободное, я все удалось там помогу. На этом все. Всем большое спасибо. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами была Слава Назаровская. Ну, ладно, не совсем уж и зеленая. Вата там-то чистая. Никуда не хуйся раньше времени. Приезжайте к нам на курорты. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.